Благодарю. Сейчас давайте перейдём к вопросам аудиенции, но, однако, я бы хотела задать первый вопрос вам сам. Если позволите, господин президент, у нас был этот разговор об оптимизме, о пессимизме, и ваши преференции в отношении глобальных правил и в новой эпохе глобального управления, это является очень впечатляющими перспективами, но в свете событий сложно рассматривать оптимистично то, что будет происходить на долгосрочной перспективе. Господин Путин говорил о том, что конфликты умножаются, и это два вопроса в одном, которые я бы хотел задать. Во-первых, считаете ли вы, господин президент, что действия России на Украине и в Крыму за последние месяцы являются ответом на то, что разрушены правила и являются примером государственного управления без правил? И второй вопрос заключается в том, что это глобальное разрушение правил является сигналом с российской точки зрения изменения российской позиции. И за последние дни здесь говорилось, что Россия не может лидировать в существующем глобальном устройстве, но на самом деле она проявляет лидерские качества. Каков ваш ответ на этот вопрос? Я попросил бы вас всё-таки ещё раз сформулировать вторую часть вашего вопроса. Второй вопрос, он в чём заключается? Я бы хотела отметить, уже говорилось, что Россия не может стремиться к лидерским позициям в мире, учитывая обстоятельства, случившиеся после распада Советского Союза, но может решить, кто будет лидером. И может быть изменение позиции России, изменение её позиции, переориентация, как вы уже отмечали в отношении Ближнего Востока, вопрос связанных с ядерным вооружением Ирана? Россия своей ориентации не меняла, мы страна с традиционной ориентацией, а это ориентация на сотрудничество, на поиск совместных решений, первое. Второе, мы не претендуем на какое-то глобальное лидерство. Это тезис о том, что Россия претендует на какую-то исключительность, он совершенно ложный. Я об этом в своём выступлении сказал. Мы не требуем какого-то особого места под солнцем, мы просто исходим из того, что все участники международного общения должны уважать интересы друг друга. Мы готовы уважать интересы наших партнёров, но рассчитываем на такое же уважительное отношение к нашим интересам. Мы своё отношение к ситуации на Ближнем Востоке, в отношении иранской ядерной программы, в отношении урегулирования северокорейского кризиса, в отношении борьбы с терроризмом, с преступностью в целом, с наркотрафиком, мы не меняли никаких приоритетов здесь. И даже под воздействием недружественных акций со стороны наших западных партнёров, ведомых в данном случае совершенно очевидно, мы это знаем все Соединёнными Штатами, даже в условиях санкций, мы ничего не поменяли. Но здесь тоже ведь всё имеет свои какие-то ограничители. Исхожу из того, что если под воздействием внешних обстоятельств нам придётся пойти на какие-то изменения, то это возможно. Но пока таких экстремальных ситуаций не возникает, и мы не собираемся ничего менять. Это первое. Второе, что касается нашего поведения в Крыму. Я уже об этом много раз говорил, если есть необходимость в этой аудитории повторить. Могу повторить ещё раз. Это статья 1, часть 2 Устава объединённых наций. Право наций на самоопределение. Всё прописано, и не просто как право на самоопределение, а как цель объединённых наций. Смотрите внимательно на статью, смотрите, что там написано. Я не понимаю, почему люди, проживающие в Крыму, не имеют на это право так же, как люди, проживающие, скажем, в Косово. Здесь тоже часто об этом прозвучало. Почему в одном случае белое считается белым, а во втором тоже самое белое объявляется чёрным. Ну, чушь. И мы с этим никогда не согласимся. Это первое. Второе. И это чрезвычайно важная вещь. Я хочу обратить на это… Об этом никто не говорит. Я хочу обратить на это внимание. Что произошло в том же Крыму? Во-первых, в Киеве произошёл антигосударственный переворот. Кто бы чего ни говорил, но это, на мой взгляд, очевидная вещь. Вооружённый захват власти. Люди во многих регионах страны порадовались этому, не понимая, к чему это приведёт. А в некоторых регионах испугались, испугались, что к власти приходят люди крайних взглядов, националисты, правых, в том числе неонацистских, убеждений. Испугались за свою будущность, за свои семьи. И соответствующим образом начали на это реагировать. В Крыму люди провели референдум. Я хочу, знаете, на что обратить внимание? Я хочу, чтобы вы всё-таки отфиксировали на этом своё внимание. Ведь там не просто так мы в России заявили о том, чтобы прошёл референдум. Решение о проведении референдума принял абсолютно легитимный представительный орган власти Крыма, парламент Крыма, избранный, кстати говоря, по украинскому закону несколько лет назад, до всех этих тяжёлых событий. Именно этот легитимный орган объявил о проведении референдума. А потом на основе этого референдума, так же, как в Косово, принял декларацию о независимости и обратился в Российскую Федерацию с просьбой принять в состав российского государства. Вы знаете, кто бы чего ни говорил, и как бы ни старались там подковырять чего-то, это очень сложно сделать, имея в виду то, как было сформулировано решение суда ООН, который ясно заявил, что согласие верховной власти той или иной страны примитивно к Косовскому прецеденту, на решение вопроса о самоопределении не требуется. Вы знаете, меня очень всегда радует, и в этом случае я вспоминаю всё время то, что говорили по этому поводу древние. Помните замечательную фразу? То, что позволено Юпитеру, не позволено быку. Мы не можем согласиться с такими формулировками. Может быть, быку и не позволено, но хочу вам сказать, что медведь ни у кого разрешения спрашивать не будет. Вообще, он считается у нас хозяином тайги, и он не собирается, я знаю это точно, куда-то переезжать в другие климатические зоны, ему там неуютно. Но тайги он своей никому не отдаст. Я думаю, что это должно быть понятно. И в чём заключаются проблемы современного мироустройства? Давайте прямо скажем об этом. Здесь же все специалисты сидят. Вот мы говорим, говорим, мы похожи на дипломатов. Что произошло в мире? Была биполярная система. Значит, Советский Союз развалился. Вот этой мощной силы в виде Советского Союза не стало. Все правила международной жизни после Второй мировой войны писались под биполярную систему. И да, Советский Союз называли верхней вольтой с ракетами. Может быть. Но ракет было. Завались. Понимаете? И были такие яркие политические деятели, как Никита Хрущёв, который сапогом в ООН стучал. Но и все в мире, прежде всего в Штатах, в НАТО, думали, да ну его нафиг, этого Никитова. И же с ним. Возьмут, долбанут, ракет у них полно. Лучше относиться к ним с уважением. Советская Союза не стала. Возникла какая ситуация? И какие искушения? А можно не считаться с Россией? Она очень зависимая. Она прошла трансформацию в ходе развала Советского Союза. Будем делать то, что нам хочется, вообще не считаясь ни с какими правилами. Вот так же ведь на самом деле и происходит. Вот здесь упоминал Доминик. И Ирак, и Илью, и Афганистан, и до этого Югославию. Это что, всё было в рамках международного права, что ли? Чего вам сказки-то рассказываете? Значит, кому-то можно вообще ни с чем не считаться, а нам защищать свои кровные интересы русскоязычное и русское население в Крыму нельзя? Так не будет. И я хочу, чтобы вот это понимание пришло ко всем. И нужно избавиться от этого искушения и попыток мир под себя причесать, а выстроить сбалансированную систему интересов и отношений, давно прописанную в мире. Нужно только с уважением к этому относиться. Да, я же сказал, мы понимаем прекрасно, что мир изменился, и мы готовы к этому прислушаться и в соответствии с этим корректировать эту систему. Но полного игнорирования наших интересов мы допустить не можем и никогда не допустим. Претендует Россия на какую-то лидирующую роль? В качестве сверхдержавы – нет. Нам это только в нагрузку. Зачем нам это нужно? Я же сказал про тайгу. Она бескрайняя. Нам только осваивать свои территории. Их времени, и сил нужны, и ресурсов много. Да не нужно нам никуда лезть, там ничем командовать. Но к нам не лезьте. И не корчите из себя вершителей судеб всего мира. Вот и всего. И если есть в чём-то и будет, и, возможно, в чём-то лидерство России, это в отстаивании норм международного права. Спасибо.